всем привет дорогие друзья из жаркой алани сегодня у нас стоит классная погода потому что на этой неделе сегодня пятница и на этой неделе были очень сильные дожди пару дней прям шел проливной дождь даже был небольшой град в общем вот такая вот у нас стоит классная погода сейчас смотрите как выглядит алания в дождливую погоду я для вас специально сняла а Ну а сейчас возвращаемся в солнечную Аланию и расскажу вам, что же происходит. Сегодня 29 февраля и на моем канале из Алании в этом году не было видео. Почему? Потому что у нас произошло очень много разных событий. Очень много событий по работе, очень загрушенный график. Очень много в плане общественной деятельности я вам расскажу. Ну и, конечно, в плане личном тоже произошло очень много разных событий. Поэтому в этом видео я вам расскажу, что происходит. И, конечно же, мы с вами отправимся на пляж. Покажу вам море, потому что в этом году Аланию я вам еще не показывала. А вот и Айхан. Привет! В общем, сейчас мы едем на пляж и по мере нашего движения расскажу вам все самые последние новости. Сначала прогуляемся с вами по центру Алании. Сегодня у нас пятничный рынок, поэтому много машин, мопедов. В общем, очень шумно и людно. Пятничный рынок в этот раз я снимать не буду. Кстати, многие меня хейтят за то, что я постоянно снимаю рынок, показывают цены, что надоели эти фрукты и овощи. Но на самом деле, друзья, мой канал – это влог о повседневной жизни. Поэтому я вам показываю то, куда мы ходим и как протекает жизнь в городе. С той стороны у нас пятничный рынок. По ссылке в описании можете посмотреть, какие цены в этом году на рынке. В принципе, от прошлого видео они не отличаются. Поэтому смотрите по ссылке в описании. Ну, а сейчас мы идем в сторону бульвара Ататюрка, центральной улицы Алании, которую знают многие. Ну, естественно, те, кто был в Алании, были на этой улице, потому что здесь расположены многочисленные магазины, офисы, фирмы и так далее. Как вы видите, сегодня очень солнечно, и это не может не радовать после дождливой недели. Конечно же, когда солнечно, все выходят на улицу и наслаждаются прекрасной погодой. Расскажу вам сначала о том, что происходит, какие правила, какие изменения по поводу ношения масок, ограничений и так далее. Ношение масок на улице у нас обязательно и комендантские часы все так же продолжаются. Каждый день в течение недели с 21 вечера до 5 утра и по выходным с пятницы 21.00 до понедельника 5 утра. Вот сейчас мы проходим по торговым рядам в самом центре Алании. Вы видите, есть открытые магазины, люди гуляют, отдыхают, продавцы сидят, ждут клиентов. Если говорить о туризме, к сожалению, пока неизвестно, что будет в этом сезоне, потому что, как вы знаете, сейчас проходит всеобщая вакцинация и все ждут этой вакцинации. В Турции она тоже началась. Поэтому есть определенное число, 15 февраля, точно не знаю, почему именно 15, но говорят, что после 15 февраля будет известно, что будет в этом сезоне. Но если говорить об отдыхе в Турции, то даже во время пандемии отели были открыты и туристы свободно отдыхали на территории отелей. На туристов также не распространялись ограничения по передвижению по городу и на них не распространялся комендантский чат. Поэтому, друзья, если есть возможность, бронируйте ранние туры. И я надеюсь, что этим летом вы все сможете приехать в Аланью. Если говорить о кафе и ресторанах, они все еще закрыты и работают только на вынос. Что это означает? Это означает то, что вы можете заказать еду, забрать ее, но, к сожалению, в самом ресторане сидеть запрещено. То, что касается прогулок, посещения пляжей и так далее, это все разрешено. Но нахождение на детских площадках и так далее в соответствии тоже с правилами социальной дистанции и ношения масок. Но в Аланье у нас, видите, стоит вот такая классная погода сейчас. Поэтому нам, возможно, немного веселее и радостнее, чем тем людям, у кого действительно сейчас зима и еще на это наложилась пандемия. Мы уже дошли до машины и сейчас, как я вам обещала, едем в сторону Тосмура и, конечно же, покажу вам море. Я думаю, что по морю вы очень соскучились и очень любите, когда мы с вами ходим на пляжи. Если говорить о том, почему я, кстати, не снимала видео в январе и не выкладывала, потому что было очень много работы. Ну, то есть очень много работы. То, что касается работы в нашей компании, кто не знает, заходите по ссылке в описании, и вы узнаете, чем занимается наша компания. Брендинг, маркетинг, дизайн, развитие бизнеса и так далее. У нас появились новые партнеры и много новых проектов. Поэтому времени в обрез, но очень здорово, что появляются новые проекты, новые партнеры и новые знакомства. То, что касается общественной жизни, расскажу вам чуть позже, потому что в ней произошли просто колоссальные изменения. Ну, едем, в общем, на пляж, смотрим сначала море. Сейчас проедем с вами по центру Алани, покажу вам наш солнечный город, потому что, действительно, опять повторюсь, все эти дождливые дни мы ждали солнца. Но, когда в Алани выходит солнце, просто такое ощущение, что и совсем даже не зима на дворе, а весна точно. Или какое-то начало лета, потому что на солнце действительно тепло. Сейчас на солнце градусов 20 точно есть. И когда выходит солнце, город очень яркий, красивый, зеленый. Алани у нас вечно зеленая, хотя пальмы это, конечно, не вечно зеленые деревья, но у нас в Алани они, естественно, растут и круглый год зеленые. На деревьях есть апельсины, мандарины декоративные. Очень все ярко, солнечно, красиво. Посмотрите, сколько людей, опять же, все вышли гулять в такую классную солнечную погоду. Сейчас 3 часа дня, я сидела в офисе, работала. И сейчас опять едем по делам. И в это время снимаю как раз для вас видео. Обязательно, обязательно спустимся на пляж. Ну, не могу не нарадоваться, потому что солнце прям добавляет какого-то такого позитива и классного настроения. Чего и вам всем желаю, чтобы вы почувствовали хотя бы через мое видео, если у вас зима, холодно и сера на дворе. На набережной народ катается на велосипедах, занимается спортом, гуляет. В общем, людей очень много вижу на детских площадках, занимаются настольным теннисом, играют настольным теннисом. Ну, в общем, сегодня прям все-все на улице. Еще почему все на улице? Потому что сегодня вечером в пятницу в 21.00 начинается комендантский час. Поэтому пятница, солнце, все вышли подышать свежим воздухом и насладиться этой классной погодой. Да, как я вам уже говорила, у нас с пятницы по понедельник комендантский час. Выход на улицу запрещен. Только можно до ближайшего магазина, до пяти вечера, с десяти до пяти вечера. Если вы передвигаетесь по городу, если вы хотите отправиться в какой-то другой город, у вас должны быть на это разрешения. Естественно, если вы отправляетесь в поездку или в аэропорт, если у вас есть билет на самолет и вы заказали трансфер, даже во время комендантского часа вы можете свободно передвигаться на трансфере до аэропорта, в аэропорт, из отеля в отель. Ну, а если вы турист и отдыхаете в отеле, если у вас нет турецкого вида на жительство, то, естественно, на вас комендантский час не распространяется, вы можете свободно гулять по городу. Но, к сожалению, в это время, естественно, все магазины, все общественные места, все рестораны закрыты. Мы приехали в район Оба. Один из тоже классных районов Алани. И здесь вот такая вот набережная. И сейчас пойдем с вами на пляж. В Обе достаточно широкая набережная. Здесь есть спортивные тренажеры. Очень много отелей на противоположной стороне. Ну и, конечно же, очень много различных пляжных баров. Сейчас мы с вами пройдем, сначала прогуляемся здесь, посмотрим на море сверху, а чуть попозже, конечно же, спустимся на пляж, на самый-самый берег этого прекрасного Средиземного моря. Посмотрите, какая у нас здесь красота. Конечно же, сейчас в море купаться нельзя, потому что это достаточно опасно. Но любоваться этим морем можно бесконечно. Мощные волны, яркое солнце. Ой, сколько ни живого Алани дух захватывает от такой красоты. Да, действительно, друзья, сколько ни живу в Алани, от этой красоты не может не захватывать дух, потому что это... Но это не описать словами. То есть 10 лет я живу в Алани, и каждый день, каждый день вы не поверите, что я просыпаюсь с той мыслью, с благодарностью о том, что я живу в Алани и в Турции. Это просто прекрасно. Жить в том месте, где ты просто счастлив, да? Ты просто счастлив во всем, в том, что тебя окружает, в своей общественной жизни, в своем бизнесе, в своей личной жизни, во всем. Но, естественно, друзья, счастье всегда начинается с нас самих. Поэтому... Когда я приехала в Турцию, на работу, если кто не знает, меня пригласила одна из компаний на работу, и уже через две недели, я тогда жила в Махмутваре, и уже через две недели я поняла, что я хочу жить только в Турции и только в Алании. Как я это поняла по атмосфере? Потому что здесь сложилось просто все. Хотя до этого я жила и в России, и в Норвегии, и в других странах, в Европе и так далее. Но здесь, именно здесь, как я уже сказала, сложилось просто все. И каждый день, как первый день, когда я приехала сюда, каждый день просыпаясь, я говорю спасибо, что я здесь. В общем, меньше разговоров показываю вам море. Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Вот такая вот у нас здесь красота. Не забывайте о том, что у нас есть группа на Фейсбуке, страница на Фейсбуке, где практически каждый день мы делаем прямые эфиры и делимся фотографиями и видео из Алани каждый день. В описании к этому видео есть мой телефон в WhatsApp. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно, обязательно пишите. Буду рада вам помочь. Пока Айхан делает прямой эфир, не забывайте заходить в нашу группу. Поделюсь с вами еще одной очень классной новостью. Заключается она в том, что с декабря прошлого года я вошла в состав правления торгово-промышленной палаты Алани. Я являюсь на данный момент исполняющим обязанности председателя комитета по женскому предпринимательству торгово-промышленной палаты Алани. Застаю я в этом комитете достаточно давно. Но если кто-то не знает о том, что я активно участвую в общественной, политической и культурной жизни города еще с самого моего приезда сюда, можете также посмотреть на моей странице на Facebook. Там вся информация есть. И торгово-промышленная палата Алани очень активная. Занимается вопросами бизнеса, консультированием, развитием международных отношений и так далее. И у нас очень много разных проектов, по которым мы работаем. В том числе есть проекты с Россией, со скандинавскими странами, со странами СНГ, Европы, Америки, Азии и так далее. И я задействована в этом процессе. Поэтому, как я уже сказала, друзья, работы очень много. И для меня огромная честь войти именно в совет управления торгово-промышленной палаты. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по поводу бизнеса в Турции, по поводу открытия компаний в Турции, по поводу получения рабочей визы и так далее, вы можете обращаться ко мне напрямую, я вас проконсультирую. Ну, а если какие-то вопросы я, ответы на какие-то вопросы я не знаю, то в Торгово-промышленной палате есть компетентные люди, которые могут дать ответ на все ваши вопросы касаемо бизнеса, инвестиций, различных проектов, партнерства и так далее. В описании к этому видео также есть мой телефон WhatsApp, я уже говорила. Поэтому обязательно мне пишите, если вас интересует бизнес, сторона жизни в Турции, если вас интересует бизнес в Турции или вас интересует бизнес с Турцией, если вас интересует какое-то партнерство, инвестиции, проекты и так далее, пишите, я буду рада ответить на все ваши вопросы, потому что в этом деле у меня достаточно большой опыт, много знаний, и постоянно, постоянно я нахожусь в потоке новой информации, которая приходит непосредственно из Анкары, новых законов, постановлений и так далее. Поэтому если у вас есть вопросы, пишите, буду рада вам помочь. Так, Айхан у нас, скорее всего, закончил прямой эфир, поэтому мы едем, едем дальше. Мы уже приехали в район Тосмур и поворачиваем опять обратно в сторону Алании, потому что сейчас едем в один из мебельных магазинов. Почему мы едем в один из мебельных магазинов? Потому что мы купили новую квартиру. Купили мы квартиру на этапе постройки. Сдача нашей квартиры планируется в середине апреля месяца. И в эту квартиру, кстати, эту квартиру мы купили в качестве инвестиции. Но складываются так обстоятельства, что, возможно, эта квартира будет не для нашего проживания, а в этой квартире будет жить мама, если ей понравится. И мы не планируем эту квартиру сдавать в аренду, а будут жить наши родственники, друзья, которые будут приезжать к нам в гости. В общем, мы купили на этапе строительства как инвестицию. Поэтому, если вам интересен этот вопрос, опять же, если вам интересен вопрос покупки квартиры в Алании, как в новостройке, как в Торичке, как инвестиции, в описании к видео есть мой телефон в WhatsApp. Поэтому, если вас интересуют вопросы недвижимости, обязательно пишите. Буду рада также вам помочь. Ну, а сейчас мы едем в магазин мебели для того, чтобы посмотреть мебель. Дизайн квартиры, кстати, у меня уже готов. Дизайн будет... Дизайн сделала, естественно, я сама, потому что я занимаюсь дизайном и на протяжении уже более 15 лет и хорошо разбираюсь в этом деле и, естественно, знаю точно, что мне необходимо. Поэтому дизайн готов. Дизайн я вам тоже покажу. И, кстати, видео из этого мебельного магазина будет следующим. Поэтому, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Сейчас идем в магазин, будем смотреть все самое интересное. Посмотрим, понравится ли нам что-то. Все, друзья, мы уже доехали до магазина. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие темы вам интересны. А на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok